Далеко не все осознают, что принимать участие в выборах значит определять будущее не только страны в целом, но и свое собственное. Главными мотивами голосования за ту или иную партию являются не программные установки, а личные симпатии к кандидатам и обещаниям, прозвучавшие накануне. Мне каждый рассказывает то, что они хотят, чтобы люди знали про них или думали насчет их, но выполнять эти обещания, ну они не так уверены всегда делать, когда они уже находятся дома или сами. Надо внутри самому изменяться, мы ждем кто-то нас изменит, ну никто, мы только сами, мы сами, каждый виноват, что так есть. Часто пытаются найти легкий путь и решить проблемы при помощи волшебной палочки, но так не бывает. Нужно идти сложным путем, нужно найти такого человека, который действительно готов отдать все силы, как того требует политика. Кредит доверия к политическим партиям у граждан Латвии весьма низок. Обещаниям политиков уже давно мало кто верит, и появление еще одной политической партии вряд ли сможет изменить ситуацию в стране. Это зависит от того, какие будут лидеры этих партий, если они будут такие, которые внушают доверение, тогда может быть и может, но один человек в этой стране не воин, один ничего не может изменить. Эти вещи нужно делать всем вместе, должны меняться базовые принципы, чтобы что-то сдвинулось с места. То, что один человек придет и придумает прыгнуть выше собственной головы, и что с этого? Помимо пятерых депутатов, покинувших партию «Единство», в новой партии, получившей название «Движение за», много как новичков в политике, так и людей, уже успевших добиться определенных успехов в бизнесе или общественной деятельности. Очень много и часто мы можем говорить о том, что нам не нравится, против чего мы, и большинство, скажем, новых партий все-таки в Латвии были созданы на вот этой волне протеста. Мы против чего-то, против олигархов, против там еще чего-то. Конечно, мы тоже против воровства и того, что наша страна украдена какой-то узкой постсоветской политэкономической элитой. Но мы за, мы хотим строить новую страну, новое государство, которое было бы таким оплотом развития наших детей и наших внуков. Новые политические партии нужны любой демократической стране. В противном случае происходит застой и в правительстве нет конкуренции, считают политологи. Мне кажется, это очень хорошо, что сейчас появляется столько много новых политических сил, потому что таким образом можно понять, изменилось ли общество, есть ли надобность для каких-то новых политических идей или людей, которые могли бы их представлять. Мне кажется, за годы выборов это нормальное время, когда появится новым политическим силам. Довольно трудно предвидеть, как им удастся бороться в следующих выборах. Очень многое зависит от неожиданностей и как сложится общая конкуренция между партиями. Как утверждают основатели партии «Движение за», это партия, созданная детьми от моды. Это движение нового поколения политиков, которые готовы менять существующие политические принципы и отношения между политиками и гражданами. «Движение за» значит движение за перемены.